Возьми Господь сердце мое, да, вложи в него мудрость жизни. И сегодня я буду читать тексты, которые говорят о том, что Бог дал нам мудрость. Книга притчей Соломоновых. На это лето у нас будут притчи Соломона, только я предупреждаю, что я не прочитаю все притчи Соломона подряд, а некоторые, поэтому хорошо параллельно с нашим чтением собраний, можно считать эту книгу притчей на дому, тогда все притчи будут нашими и в нашем сердце. Начало книги притчи, первый стих и дальше. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Это как заглавие, где называется книга «Притчи Соломон». Притчи – это пословицы или поговорки, автором которых есть Соломон, человек, который получил от Бога особый и великий дар мудрости. И этот дар мудрости он реализовал и в том, чтобы донести эту мудрость в этих коротких предложениях, поговорках, которые были им составлены, и некоторые из них были и записаны в книгу. И вот стих 2 и 6 показывает цель этой книги, что он хочет сделать через наше чтение этой книги и размышления над этими текстами. Стих 2 и 6. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь. Слова мудрых и загадки. Чтобы вы, для чего я пишу, чтобы вы мудрость, настоящую мудрость, истинную мудрость познавали, и чтобы вы были научены к пониманию этих коротких отточенных фраз, которые будут даны в этой книге. Чтобы, понимая истинную мудрость, вы также могли очень легко увидеть, где фальшь, где подделка, где не Божья мудрость, и ее, соответственно, откинуть, и не быть ею соблазненным. Как будто бы то, что я говорю, это самый концентрат, изречение разума, замысловатая речь. Иногда, когда проповедник долго говорит, уже не по теме, говорит, что он льет воду, он разбавляет эту истину. Так вот, притча – это самый концентрат, все самое сжатое и выражено в этих коротких фразах. Стих 3. Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Усвоить правила. Цель этой мудрости, божественной мудрости, в этой книге довольно как бы приземленная. Усвоить определенные правила для поведения, чтобы вести себя честно, справедливо, правильно. То есть это не так, как люди думают, что какая-то высшая мудрость – это какие-то, может быть, высшие материи, что-то оторвенное от жизни. Как раз-таки, наоборот, Бог дает эту великую и высокую мудрость, небесную мудрость, но которая приземляет нас или учит нас обычной или повседневной земной жизни. Иногда люди делают то, что Писание не говорит нам делать. Мудствует сверхнаписанно, когда какие-то вещи, которые Бог и не открыл, они пытаются у них рассуждать, много спорить, доказывать. Много разговоров в каких-то деталях о том, что значит число 666. Сегодня много об этом спорят. В средние века задавались такие вопросы. Собирались целые диспуты богословские, решались, сколько поместится ангелов на кончике иголки. И были большие и жаркие диспуты. Но Божья мудрость не об этом. Божья мудрость учит, как жить дома, как вести себя в школе, как вести себя на работе, как общаться с соседями, каким быть друг с другом. Это очень практичные земные вещи, в которых отражается Божье правило, Божья жизнь. Как пример, помните, когда Бог показал Массивию, какая должна быть скинье, и поручил выбор этих двух людей, которые должны будут быть главными мастерами. И Бог говорит, а я дал им свою мудрость. Это же слово, которое используется Ломон. Я вложил в них мудрость, дал им духа мудрости. А в чем выразилась эта мудрость? В том, что они смогут очень хорошо, практично, своими руками делать какие-то изящные вещи, прекрасные вещи. Мудрость, конечно, хорошо делает свою работу. Это мудрость. Стих четвертый. Человек, простым, может быть, простоватым, даже вот какой вариант сделать перевода, то есть человек, который где-то, может быть, не научен, не опытен, простым дать смешленность юноше знания и рассудительность. Ну, почему этот человек простой или неопытен? Потому что он еще молод, зеленый, юноша. Вообще, как бы, главная или самая первая целевая аудитория этой книги, кому она была написана? Так молодым людям. Тем, которые еще не прожили достаточно долго, чтобы нажать или понять какие-то вещи земные, и которые еще не были обучены этой мудростью, но они им не нуждаются, потому что жизнь уже началась, чтобы как бы их вооружить, чтобы они не сделали какие-то глупые вещи и свою жизнь не загубили или не прожгли. И сегодня, если посмотреть на наше поколение молодых людей, то, кажется, насколько актуальна эта книга, или насколько актуальна эта идея, потому что поколение уже, новое поколение, которое уже есть, молодое, молодое, и не только, может быть, неженатые, молодые семьи, смотришь на ихнюю жизнь, в целом, как бы, в разрезе общества, и страшно, насколько далека Божья мудрость от них. Семьи рушатся, дети растут без родителей, без отцов. Делают аборты, убивают детей, это страшно, страшно. Но есть выход Бог, я даю вам эту книгу, эту Божью мудрость, чтобы, особенно вы, молодое поколение, взяли ее и читали. Но, кажется, те, кто в ней больше всего нуждаются, наверное, меньше всего ее сегодня читают. Хотя мудрость нужна и старшим, проблема, молодежи не хватает мудрости. А почему не хватает мудрости? Потому что их неродители потеряли мораль, и эту мораль не привили к своим детям. Итак, я даю эти притчи, эти поговорки от того человека, который прожил уже немалую жизнь, прожил долгие года, который имеет большую мудрость. И этот большой опыт, великая мудрость, она упаковывается в очень короткие, эти маленькие, острые предложения, яркие предложения, чтобы донести для вас этот жизненный опыт, важный опыт. Стих пятый. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрый совет. Послушает мудрый. Оказывается, чтобы эту мудрость понимать или принимать, нужно уже быть хоть каким-то мудрым. Мудрый будет умудряться. Мудрый будет эту мудрость впитывать. Ну, а для глупца, сколько ты на него эту мудрость не выливай, не выливай, не выливай, она, ну, как если воду лить на камень, или на сколу, сколько хочешь на нее лей, она все стечет, и ни капли не впитается. То же самое глупый. Здесь выражение впитывает знание, как губка, да, так вот, нужно быть впитывающим. Итак, цель книги, цель книги привить или научить нас реальной жизненной мудрости, этой мудрости, которую дает Господь. И далее читаю притчи, которые показывают, ну, вот, какими источниками, или как мы ее получаем, эту мудрость. Седьмой. Начало мудрости, страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление. Слово начало, это, ну, говорит не о том, что только вот она нужна в начале, а потом не нужна. Это говорит о том, что фактор номер один, можно привести, фактор номер один, чтобы вставать мудрым или умудряться, это должен быть страх Господень, должно быть благовение перед Богом. Это как бы первейшая причина или первостепенная причина умудряться и быть мудрым, это иметь страх Господень, это иметь осознание ответственности перед своим Творцом. 9 глава, стих 10, похожее выражение, начало мудрости страх Господень и познание святого разума, и познание святого разума, страх Господень это понимание, что ты ходишь перед Богом, который абсолютно свят, абсолютно чист, и вся жизнь перед Ним твоя открыта, и от Него она зависит, и перед Ним это отчет, Он святой, и это вызывает правильную реакцию, благовение, жить перед Ним чисто, потому что Он святой. Это начало мудрости, это разум, знаете, если иногда людям кажется, что вот разум или мудрость, это просто иметь какие-то, может быть, знания, как быть, энциклопедия, все знать в разных вещах, но можно иметь много и много всевозможных знаний, которые никак не повлияют на то и качество жизни, и не сделают жизнь правильной. Или можно иметь много дипломов и много знаний, но если ошибиться в главном, не иметь страха Господнего, то эти все знания не имеют никакой ценности, потому что жизнь направлена в пустую, мимо цель. Это если бы прожить жизнь, жизнь это как бы корабль, корабль, который напоминает Титаник, который тонет, большая жизнь, много ценностей, но корабль тонет. А ты сидишь на этом корабле и хвастаешься тем, что знаешь формулы, и решаешь все возможные задачки, но корабль тонет. Жизнь направлена-неправильна, жизнь разбита, что с того, что ты умеешь решать какие-то задачки? Незнание Бога или отвержение Бога – это просто неправильная жизнь, это кораблекрушение, это крах. 21 глава притчи, стих 30. Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Если человек не признает Бога, не желает жить угодно ему, все то, что он имеет, это абсолютная глупость. Абсолютно нет разума, абсолютно нет логики, нет мудрости. Потому что Бог – наш творец, и Он создал нас для какой-то цели, для своих целей. Если ты это игнорируешь, то ты просто используешь свою жизнь не по назначению, не для цели. Ну, к примеру, если подарили бы кто-то из нас, какой-то обезьяне, только недавно купленный айфон. Ну, обезьяна же не понимает, что ей дали. То есть она не может посчитать инструкции, для чего он нужен, как его использовать. Ну, что бы она с ним сделала? Ну, может быть, в лучшем случае, видя там свое отражение, может быть, корчила бы рожи, да, гримасы строила, может быть. Но неужели для этого айфон, да? Неужели только для этого? Похожая жизнь человека, который отвергает Бога. Бог создал нас для своих целей. И если это не признать, это как макака с телефоном. Вот такая жизнь. Нет мудрости без Бога. Или вопреки Господу. Итак, самым важным фактором – это признание Бога, благоговение Бога. Это жизнь, соответствующая с Его целями, которые Он назначил. Притча, 2 глава. Читаем, давайте, стиха 3. Как эту мудрость мы получаем? Если будешь призывать знания, вызывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание у Бога. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разума. То есть Господь дает мудрость. Если ты будешь Бога искать, будешь пред Ним благореть, будешь идти к Господу, то Бог дает мудрость. Как Бог дал мудрый Соломон, то же самое, Бог даст каждому мудрость. Он за ней рисовал сделать нас мудрыми. Нужно идти к Нему. У Бога мудрость. Он сохраняет для праведных спасения. Он щит для ходящих непорочных. Он охраняет пути правды и оберегает сезю святых своих. Тогда уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, и всякую добрую сезю. Идти к Богу, искать Бога, слушаться Бога. И это от Бога даст тебе, или принесет в твою жизнь мудрость, жизненную мудрость. Ты пойдешь по правильным дорогам. Стих 10-го и следующие притчи, которые показывают, какое это будет благословение, блаженство, когда эта мудрость Божия будет наша. Насколько она наша жизнь обогатит. Стих 10-го. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятное душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Прежде всего, Божья мудрость, она сбережет нас от глупых вещей, от глупых поступков, от вещей, которые жизнь разрушают. Она будет Божьим притихоняющим фактором. Вот это та вакцина, идеальная вакцина, которая сбежет от этих греховных болезней. Читаем дальше. Это будет, давайте, 3-я глава, 3-я глава стиха 7-го. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Это хорошо для здоровья. Почему? Дальше, смотри. Стих 13-го. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и приобретение от нее больше, нежели от золота, она дороже драгоценных камней. И ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Долгоденствие в правой руке ее, а в левую у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все сези ее мирные. Это Божья мудрость, она полезна для земной жизни, потому что уберегает нас от пороков, от тех грехов, которые жизнь разрушают, от лишних переживаний, когда мы все хотим по-своему, а не по-божьему. Вот этих волнений, вот этих стрессов. Жизнь в доверии Богу, в послушании, это благословение, это радость. Стих 18. Она, это жизнь в мудрости, она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженные, которые сохраняют ее. То мудрость, которую ты взялся, которая будет у тебя, эта мудрость будет как древо жизни, дерево жизни. Помните, первые главы бытия, третья глава бытия. Когда Адам и Ева согрешили, и Бог изгоняет их из адамского сада и ставит на выходе сада ангела с таким огненным мечом, чтобы не дал возможность теперь Адаму и другим грешникам войти в сад и кушать дерево жизни. То, чтобы грешник не был вечным грешником. Так вот, этот путь был закрыт, но мудрость этот путь открывает. Мудрость, как бы, приводит нас к этому древу жизни, и мудрый будет жить вечно. Эта фраза, вот, блаженные, которые сохраняют ее в украинском приводе, это больше мощно. Блаженные, кто держит ее, кто схватился за эту мудрость и не отпускает ее. Он, как бы, твердой хваткой желает быть с Богом, и ничто и никто не вырвет его от Бога. И это, как будто бы, хватка за эту мудрость, это хватка за жизнь вечную, которую мудрость приносит. То есть, он хватается за мудрость, но мудрость приносит благословение. Одно из которых, очень важное, которое, это гарантия вечной жизни. Давайте четвертая глава стиха пятого. Он сказал, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов, уст мой, не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай разум. Люби ее. Главное – мудрость. Мы должны ее любить ради нее самой. Это как будто бы, если парень выбирает тебе невесту, он должен любить ее не ради того, что у нее хорошая и преданная, а ради нее. Хотя, может быть, с ней будет и преданная. Ты люби эту мудрость ради нее самой. Хотя, вполне возможно, мудрость тебе принесет какие-то подарочки, благословения. Как было с Соломоном. Он не просил богатство и славы, он просил мудрость. Но когда мудрость приходит, она приходит не одна. Она приходит с благословением. Но мы ее любим не ради благословения, не ради того, чтобы, Господи, я не кашлял, дай был здоровым. А ради того, чтобы быть верным перед Богом. А она принесет ей много-много чего хорошего. Стих 8. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прикрепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок. Доставит тебе великолепный венец. Слушай, Сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизнь. Ну и последний отрывочек на сегодня. Это конец 8 главы. Стих 32. Итак, дети, послушайте меня. Это я говорю не я, это говорит мудрость. Я цитиру ее слова. Послушайте меня. И блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих, у ворот мудрости, леща мудрости, и стоя на страже у дверей моих, потому что кто нашел мудрость, кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Очень страшное выражение. Я не представляю, как можно смерть любить. Как можно смерть любить. Но мудрость Божия говорит. Если ты меня любишь, это все будет у тебя. Если ты меня не любишь, то оказывается ты любишь смерть. Ты любишь разложение, ты любишь ад. Но призыв блажен человек, который с раннего утра, который всю свою жизнь направляет, чтобы быть в мудрости, знать эту мудрость. Блажен кто ценит ее больше всего ценимого, больше земных сокровищ. Скажу, что пусть Господь нас благословит именно такой у нас в твоей жизни. Не всегда мы в жизни понимаем, что главное. Еще раз. Мудрость главная, а не то, что мудрость приносит, как косвенные плоды. Главное не здоровье. Главное не серебро. Главное не богатство. Главное не карьера. Главное мудрость. Но мудрость, еще раз, иногда очень часто, костно, много еще дает. Но ты ищи мудрость. Не всегда так, у нас еще раз есть такой настрой. Я говорю, ни разу замечаю, когда общаюсь с детьми и подростками. Какие у них планы на жизнь, какие у них профессии. Как правило, я хочу такую профессию, потому что там много зарабатывают. Но это неплохо много зарабатывать. Но вопрос, какой ценой? Вопрос, а что главное в жизни? Или другой вопрос, другой возможный вариант, если бы сын подрос и стал родителям, верующим родителям. Ну, знаете, я не хочу эту профессию, я понимаю, что она где-то помешает мне быть по-настоящему мудрым перед Богом. Как мы на это реагировали? Ну, или я кончил учиться на программиста, предлагает хорошую работу. Как мы на это реагируем? Да, то есть, пусть нас Бог благословит в действительности, в действительности иметь это приоритетом в жизни. Господи, главное быть мудрым, главное жить чисто и свято, главное перед тобой благоверить. Главное быть верным перед тобой, это главное. Но если будет главное, то и многое второстепенное, оно стоит на свои места. Почему? Потому что оно будет по-божьим, оно будет по-его. И будет для Его славы. Поэтому первая тема, это общий настрой, общий призыв. Искать этой Божьей мудрости. В дальнейшей книге будет очень много частных разъяснений. Как быть мудрым в том, в том и в другом. И в целом жизни. Для славы Его пусть это будет. И для того, чтобы мы были мудрым, Божьей мудростью в своей жизни. Аминь.